Не забудь подписаться, поставить лайк и нажать колокольчик. Ну и пропускай выход любимого сериала. Как это? Увидеть Париж и умереть, да? Ну, месье, на маншпан сижу. Это ты, типа, французский знаешь? Да. Ну, а как переводится? Так классика. Господа, я не елжай в ней. Свидание окончено. Да, это не риут, жене, это гораздо хуже. Ой, тихо, тихо, тихо. Не уходи. Паш, долго мне тут еще торчать? Ну, я встречался с адвокатом. И что? Ну, он как-то так еще обещал выпустить подписку. Завтра. Чего? Серьезно? Ага. Ну, ты гад, конечно. Ты чего мне сразу не сказал? А это у серебриза. Так, десерт к основному блюду. Зараза. Да, да, да. Что я вам скажу? Отвратительная гостиница. Решетки на окнах, жесткий матрас, полотенец вообще нет. Нет, мадам, мы сюда больше не ногой. Дерут только с проезжающих, понимаешь? Ну и на хрена мы сюда приехали? Не очень похоже на коммуналку, где у чувака телек украли. Есть информация, что на двадцать седьмом этаже будет сделка по перепродаже антиквариата. Звучит прикольно, но попахивает неделя дежурства от Макарова. Поэтому я лучше за телеком. Ну, смотри, так и будешь, как обычный участковый, за алкашами бегать. А тут вам настоящее дело. Эстафета. Мама, папа, я. Спортивная семья. Это что, у нас в отделе, что ли? Нет, это у Витальки в школе. Нам папы не хватает. Выручишь? А, я думал, просьба какая-то там, косарь занять. Вообще-то не могу. Я всю неделю дежурю. Машину Жилина шлагбаум стукнул. Ты серьезно? Чтобы я, боевой офицер, в мешке прыгал? А вы были в горячих точках? Ну, просто офицер. Какая разница? Это ничего не меняет. Все. Осводи помещение. Мам, да я помню, что Виталька очень хотел. Но если я за пять лет не смогла найти ему папу, как я это за один день сделаю? Соревнование? Да. Папа не хватает? Да. А что там, финал или отборочный? Хотя, не важно. Я в деле. Мам, все. Собирай Витальке сумку. Я договорилась. Поэтому, с учетом всех положительных характеристик, защита ходатайствует об изменении меры пресечения на подписку о невыезде. У обвинения есть возражение? Да, Ваша честь. Есть основания полагать, что Крапивина причастна к еще одному эпизоду с кражи крупной суммы денежных средств. Что? Какой еще эпизод? Тишина. Продолжайте. Спасибо. Речь идет о хищении 140 миллионов рублей в банк ОСТ. Способ идентичный. Вы совсем озверели? А что не миллиард? Ваша честь, вам не кажется, что кто-то хочет подзаработать? Так, давайте без реплик. Иначе я вас удалю. Поэтому обвинение просит оставить меры пресечения Крапивиной в виде заключения под стражей. Клянусь, я эти деньги не брала. Ты в прошлый раз тоже сам говорил. Я доказать могу. Докажи. Паш, там на сервере остаются следы от транзакции. Мне у банка оказаться надо с молотом. Ты можешь побыстрее? Да блин! Если я побыстрее подумывай, мне эта форма трезит. Стоять. Новенький. Что-то я вас раньше не видела. Джамиля. А, так, забыла поменять. Куда идете? Так, на 27-й там. Убрать надо. Мы по двое не убираемся. Ты справишься одна. А, ты вроде покрепче, ты со мной мне физическая помощь нужна. А, так это, может, Джамиля поможет? А может, тебя нахрен уволит? Быстро со мной. Спокойно, мы так сейчас спаримся. Сделай все, что надо и поднимайся. Давай. На выдохе. Пошли. Так, где я вон три минуты до начала? ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Продолжение следует... ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Красивая форма, только немного слишком, ну, чуть-чуть обтягивающая для семейных мероприятий. Это для аэродинамики. Так, вот эта мазь для суставов, это сильное обезболивающее, под таким можно даже с переломом ноги бегать. И иранский энергетик, ударная доза кофеина и тавурина, запрещен во всем мире. Много не пей и Виталику оставь. Денис, это детская эстафета. Так мыслят неудачники. Я здесь за победой. Вы, кстати, тоже. Банк ОСТ на Гагарина. Мне нужны все происшествия за последний месяц в этом районе. Легкая степень. Кража, хулиганка, можно грабеж. Быстро все это находишь, еще быстрее несешь меня. Понятно? Есть. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Давай, как баба, давай. Давай, давай. С другом дышим, будь веселей. Да, да, да. Выдружай меня чуть-чуть, Выдружай меня чуть-чуть, Пробезьями. Да, дай бы! Что ты знаешь, что ты такой, Тебя верной, Когда мои друзья со мной. Что ты знаешь, что ты такой, Тебя верной, Когда мои друзья со мной. Так, теперь с новой строки. Я Крапивина Валерия Николаевна. 5 мая этого года совершила грабеж. В отношении ранее мне неизвестной пенсионерки. Так, стоп. Что происходит? Какой грабеж? Смотри, недавно возле этого ОСТ банка грабили старушку. Преступника не нашли. Ты сейчас пишешь признание, Тебя везут на следственный эксперимент. Там отдают тебе ноутбук, все, Дальше объясни. Так, все права разъяснены, переходим к следственному эксперименту. Понятые где? Ага. Ну, рассказывайте. Я сидела, работала за ноутбуком и выбирала жертву. Это понятно. Продолжайте. Я долго выбирала. Минут 30 точно. Я понял. Дальше что было? Дальше, дальше, дальше. Я понял. Я не понимаю. Мы как-то спешим или мы хотим сейчас в преступлении разобраться? И так постоянно. Давай быстрее, давай быстрее, давай быстрее. Потом вот сидят невиновные по тюрьмам. А потом еще удивляюсь, почему к полиции в нашей стране такое отношение. Знаете почему? Потому что так мы делаем. Приехали, гельц состряпали быстренько и гори все синим пламенем. А где вот это? Профессионализм. Где вот это? Внимание к деталям. Вы таком слышали, товарищ лейтенант? Ладно, ладно. Работала полчаса. Вот так. Продолжайте. Давайте, давайте, давайте. Виталя, Денис, чуть быстрее. Виталя, аккуратно, осторожно. Аккуратно, Денис, аккуратно. Виталя, осторожно. Блин, надо было племянника взять. Он поспортивней. Чего? Ну, раз ты меня позвала, так мы ребенка могли получше взять. Может, и тебя надо было заменить. Прошло уже 10 минут. Достаточно? Может, вы еще что-то делали? Важное для следствия. Я вспомнила. Я еще хот-дог ела. Крапивина, а вы не? Хот-дог точно можно обозначить. Слушай, давай мы просто сейчас здесь впаяем срок, и на этом закончим. А до хрена мы все это делали? Это следственные эксперименты, сбор доказательств. Все же обозначить можно. И так во всех сферах. Мы все обозначаем. Космодроб хотели построить? Хрен там. Обозначили. Зарплаты обозначаем, выборы обозначаем, пенсии обозначаем. А кто-нибудь работать здесь будет, я пойти не могу. Давай, работай. Паш, и лимонад. И лимонад. Ань, у меня проблема. Вы видите, что у них есть уменьшение? Что? Какие соревнования ему противопоказаны? Любые игры он не умеет проигрывать. Денис, может быть, хватит? Это уже третья за сегодня. Я сказал, иди меня. Без этого слона я отсюда не уйду. И что, это как-то на него подействует? Одно, две. Ладно, кидай номер. Извините. Да, давайте взвивиться. Давайте взвивиться. Сигнал слабый. Плохо. Следак сейчас взорвется, уже у меня аргументы заканчиваются. Может, могу сам что-то сделать? Загрузка закончится. Нажмем shift, F5. И доставай флешку. Все? Ну, что ты молчу? Товарищ Ильданович, о чем дело-то? Мы ведем уже на место преступления. До ночи тут будем сидеть. В чем дело-то? Так, Валерия, вы оставили, значит, ноутбук здесь и пошли грабить бабулю туда, да? Ну, так все, давайте, идите, грабьте. Ну, наконец-то. Пойдемте. Давай, давай. Давай тоже. Пойдем. Вчера в конференц-зале было награждение учитель года. Вот лучшая физичка страны. У нее самолет через три часа. Я пока вещи соберу. Так, а ты одень ее. Что? Да-да, а ты-ка хотела. Все, я пошла. Ага, а это кто будет убирать? Через час новые гости заедут. Значит так, берешь ершик и тщательно с порошком сначала в ванну, потом унитаз. Ну, что там? Саш, я тут у номера. А ничего, что я тебе задачу ставлю. Это... 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 Ты совсем окремела. Быть раздвое. Ага. С ванной закончишь? Переходи к унитазу. Овца. И погода такая, знаете, была? Вот вроде с утра куртку надо, а потом в днем солнце выйдет и все. Жарко. Приходится ее в руках таскать. К делу это какое отношение имеет? Вы же сами мне сказали все рассказывать. В общем, если я правильно помню, это была среда, такой довольно глубокий вечер. Народа уже не так много было, но у нас, как обычно, все у телевизора... Расскажите, как вы потерпевшую увидели? Ну как? Она шла оттуда. Так. А нет, 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 оттуда я шла, а она оттуда. Я, значит, смотрю, бабуля идет, и с виду, знаете, такая вот она какая-то дряхлая. При этом крепенькая. Такие еще, знаете, скандинавской ходьбой занимаются, с палками. Короче, вы напали и ограбили, так? Да нет. Эту, эту я вообще пропустила. Чего? Мы сейчас, что, вообще про другую бабку говорим? Почему меня вообще слушаете? Я вам говорю, она крепенькая была, мне проблемы зачем? Я решила другую подождать. Так что, все? В смысле, все? Все. Все? Ну, на другую напала, сумку забрала и домой. Всем спасибо, следственный эксперимент окончен. Забирайте. Так, поняты. Вот где галочку, распишитесь. Да, наплела, конечно, она, смешно, смешно. Придется теперь бабулю вызывать, опознание проводить. Ага, сейчас, только труп выкопаем и в отдел привезем. Какой труп там, 161-я? Была, переквалифицировали, 111-ю, 4-ю. Бабка же во время ограбления упала, и от травм больнички через неделю моргнула навсегда. Так что, я себе грабеж закрываю, а с трупом этот следственный комитет передаю. Спасибо за наводку. Я думал, висяк. Твою мать, слепая, безмозглая курица. И ладно, что она тупая, была и безобидная. Так нет. Ты не понимаешь, что теперь из-за тебя Леня пятнашка светит? Павел Сергеевич, а что вы на меня орете? Что такое? Сами не до конца тела дочитали? Знаете, что я не самая внимательная? Тоже нашли, кому поручить, блин. Так, Тёф, окей, остыли. Теперь единственный способ доказать ей невиновность, узнать, кто на самом деле ограбил эту Королёву. Сиди пока здесь. Ну, мам, ладно, понял. Да, обещаю. Хорошо, клянусь. Ну, всё, мам, целую, пока. Это, конечно, очень подло. Да, сейчас. Ну, находчиво, молодец. Не буду мешать. Потому что поклялся матери. Но есть просьба. Мы сейчас идём на первом месте. В последнем конкурсе участвует только один родитель. Пожалуйста, не проиграй. Не подведу. Давай! 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 Давай, быстро! А что ты такая за робота? А с победой мы поздравляем семью Семёнову! Катюш, скажи, а как называется, когда любящий внук страхует свою ловушку на большую сумму денег, а та через семь дней умирает? Ну, так, наверное, и не хорошо говорить, но удача. Нет. Страховое мошенничество. Найди-ка мне на эту весёлую семейку, все адреса связаны с ними. Это уже как бы было задание, Катя. А, да? Все, бегу. Продолжайте наружу наблюдения. Извините, а раз мы тоже расследовали дело, это можно считать за совместную работу с ФСБ? Вы чуть не сорвали эту операцию. Это понятно. Ну, что ж, хорошо закончилось? Ничего не закончилось. Сделка через час. Наши спецы ещё жучки ставят. Стоять, полиция! Что за ею мать? Это кто такое? Что, получается, внук убил бабулю ради денег? Убил. На бумаге. Будешь? Вон, санитаром в морге работает. Есть кто? Бабушка спрятала, деньги прислала. О, а вот бабуля, жива-здорова. Здравствуйте. Здравствуйте. А внучок, чё, где? Ба, кто там? Здравствуй, Родион Раскольников. Да нет, я Вадим. Классику читать надо. Ну, забирайся, Вадим. Я тебе по дороге расскажу в двух словах. Чё? Чё, Достоевского. Фёдора Михайловича. А. Да, конечно, накажу. Ну, Юр, спасибо тебе ещё раз. С меня баня. В субботу жду. Ой, не знаю, под какой счастливой звездой вы родились. Скажите спасибо, что мой однокурсник это дело вёл. А то бы... Спасибо, Виталий Ильинич. Не надо, не надо. Спасибо, вы не отделаетесь. Значит так, выпивка и закуска в баню за ваш счёт. Ясно? Да, и форму горничных не выкидывайте. После выходных там уберётесь. Таким образом, удалось остановить, что обвиняемый не причастны к хищению 140 миллионов. Поэтому защита ходатайствует об изменении меры пресечения на домашний арест по месту прописки. Суд удовлетворяет ходатайство защиты. Куда мы едем? Я же в Москве не прописана. В постановлении написано Кузнецова 6А. Ну, теперь и подарок от меня. Извини, что он не золотой. Ты что, прописал меня у себя? Ну да. Ты же у нас подсудимая, без определенного места жительства. А я тебе не помешаю? Нет, конечно. Но в ипотеку тоже будешь вкидываться. Спасибо, Паша. Моя ракета летит. Летит мимо звезд, как брошенный фрисби. А сердце скулит, будто брошенный пёс. Без дома и миски мне нужно скорее. Изменить атмосферу, смесь гравитацией. Но самое главное, чтобы было куда возвращаться. Простите, земля. Я так тобой дышал. Воздух дал в голову. Моя милая. Всё мне пора бежать. Нам было так здорово. Но если спрошу, я так тебя люблю. Но нам друг от друга лучше отдохнуть. Субтитры сделал DimaTorzok. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не виски, действительно, чайный напиток. Слушай, ты не замечала здесь такая странная спальня? Такой бермудский треугодник. У меня тут уже неделю подряд женщина из кровати пропадает. Она просто просыпается раньше. Ты же любишь свободный душ. Готовый завтрак. Мранья. Прикрытая бытовыми радостями. Я видел, что на диване спишь. Это как лунатизм или сознательный выбор. Ты знаешь, он очень мягкий. Я на нем посыпаюсь. Врешь. Я же ментлер. Ты же не на работе. И что? Он уходит меня колоть. Я ухожу, потому что ты храпишь. И еще что делаю? Пинаюсь, одеяло стаскиваю. Эш, ты сказала бы, как ещут. Макаров. Мне нужен только секс. Чего ты от меня хочешь? Ты хотела правду, я тебе сказала правду. Ты храпишь. Очень страшно и очень громко. Ну, хорошо. Ладно, я тогда пойду на работе. Позавтракаю, а то пала лечу. Я еще, может, чавку, у тебя барабанные перепонки лопаю. И слюна от меня летит, как от бульдога. Могу забрызгать. Да короче, зря только на работу опаздываю. Так ничего и не купила. Хороший вкус, это, конечно, круто, но капец дорого. А? Чего? Блин, подожди. Граждане, что за шум? Надеюсь, не митинг? Не, не. Он прыгать собрался. Полицию-то уже вызвали, но мне кажется, не успеют. Все, я их перезвоню. Приветик, что делаешь? Вы кто? Не подходите, я прыгну. Стой, успокойся. Я так? Просто поболтать. Что случилось? Меня девушку бросила, больше жить не хочу. И ты вместо того, чтобы наношраться с друзьями, или там в киндере зарягаться, решил прыгнуть? Чего? Да я говорю, ты нормальный, симпатичный парень. Найдешь себе еще. И это, фигура у тебя бомба. Не дрожишь. И не жирный. И кудряшки милые. Да с тобой любая девчонка хотела бы встречаться. Да вы меня просто отговариваете. Нет. Ты что? Я бы и сама с тобой замутила. Правда? Да, правда, правда. Только держись крепче. Перелазь давай. Да? Я делаю. Дениска. А? Давай, откладывай свой коридорскоп. Я тебе развлечения сразу для двух глаз принес. Это мне вместо всех флэшек, которые выбрали, не возвращали? Нет, шутник. Это сугубо по работе. С этой вот железяки очень щедро распространяли порно-ролики по территории всей Российской Федерации. Ну, нужна экспертная оценка. Посмотреть, конечно, посмотрю. Ну, раз вы просите. Только что оценивать-то? Операторскую работу и оригинальный сценарий. Надо посмотреть, что из этого безобидная эротика, что попадает по статью. Ладно, жесткий диск я взял, остальное мне не нужно. О, как. Ну, а кто знал-то? Давайте, ребят, тащите обратно. Все, к вечеру жду отчет, Денис. Угу. Вот такие дела, прикинь. Храпишь? Ну? Ты что, серьезно? Ну? Блин, Макар, предупреждать надо, что у тебя проблема максимум на три звезды тянет. Я тут, понимаешь, для него подарочный открываю. Жлоб ты, Данилыч. И психолог хреновый, кстати. Я уверен, что храп это просто отмазка. Она не хочет серьезных отношений. Пашенька, с тобой никто не хочет иметь серьезных отношений. Когда ты уже это поймешь? Допустим, нам бесполезно это и существо, Данилыч. Че? Как панда в зоопарке. Смотреть весело, а толку никакого. Ай, Макар, ты бы вместо того, чтобы друзей обижать, лучше бы как нормальный опер взял и отработал версию с храпом. Это как? Ну, как. Пригорнул бы где-нибудь во мнимку с диктофоном, а потом бы запись послушал. И все. Самое себя собрать улики? А что это, интересно? Стой! Че? Ну, куда тебе столько углеводов? А я не завтракал. Макар, перед сном есть, вредно. На, ручки займи. И за наводку спасибо, кстати. Пожалуйста. Блин. Че? Да, Летун этот час уже написывает. Да на хрена ты ему номер дала? Ну, не знаю. У него такие глазожалобные были, как у Кота и Шрека. Да и выглядело это как последнее желание. Так, может, на Днюху хочет пригласить? У него же это сегодня получается. Ну, там, куда-то в Рестик, в Москва-Сити. Высоты же не боится. Это че он? Ну, может, и не на Днюху. Подожди. Я когда говорила, что пойду с тобой на свидание, это как бы гипотетически было. Понимаешь? Ну, типа, вынушли, да? Типа, как в сказке. Такая, как я, но не я. То есть, нет? Сорян. Ты такая же, как все. Жестко ты. Чего? Да ничего, он из-за бабы сегодня чуть не прыгнул, а ты его тем же и по тому же месту. Он сейчас опять на крышу заберется и записку напишет. Во всем прошу винить бессердечную белобрысую гадину из УВД Бутова. Да нет. Папова, блин. Черт. Ты уверена? И там вообще не классика была. Там был Человек-паук, который стреляет не совсем паутиной. И Чудо-женщина, у которой не совсем меч. Говоришь, дошла и вышла. Как-то очень много подробностей для одной секундочки, Верба. Мне работать надо. Давай. А ты не налегай на кофе. Ты и так сегодня какая-то перевозбужденная. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Павел Сергеевич, мне подпись, Каша, нужна. Подпись нужна. Подпись, сейчас. Где вас на вечеринке? Где? На груди. Ай, ай, ай. Все, папа, Павел Сергеевич, я позже зайду. Все, 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 все. Ай. Одна таблетка, будете спать, как убитый. Давай две. Мне в одиночку не завалить. Вода есть? Ну, вот там есть чаек у меня. Горько, спасибо. Можешь не прятаться, Денис. Я как раз зашла поговорить насчет твоих девиантных увлечений. Каких? Да это Макаров. Мне не интересно, чья это коллекция. Сейчас важно другое. Я подняла статистику и узнала, что огромное количество пар расходятся по причине того, что партнеры скрывают свои сексуальные увлечения. Плохо скрывают, раз статистика есть. Можешь меня не перебивать, пожалуйста? В общем, я хочу сохранить наши отношения и готова пойти тебе навстречу. Так. Там ты ищешь то, чего тебе не хватает в нашей постели. И судя по содержанию, дефицит серьезный. Короче. Подумай, что это именно и дай мне знать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Макаров! Макаров! Что же вы докопались-то до меня все? Сплю я! Ты что, охренел, что ли? У нас ограбление с заложниками. Весь район на ушах. Дегом в машину! И спасибо за цветы. Технически роза – это кустарник, а не цветок. Листопадные, вечно зеленые. Частое заблуждение. Ну, буду знать. Спасибо. Граждане бандиты, с вами говорит майор Макаров, ваша банда полностью окружена, советую вам отпустить заложников. Макаров, ты что, я как-то усыпить, что ли, решил, а не пойму. Чтобы пюре, чтобы пюре было идеальным, его надо протереть через мелкодисперсное железное сито и обязательно ложкой. Можно мне стейк, пожалуйста? Канцероген, холестерин. Может, лучше рыбу. Фосфор важен для почек-суставов. И бокал вина. А лучше бутылку. Надеюсь, это все. Очень не хочется туда залезать. Давайте-ка, руки в гору. Пошли, что ты? Пошли. Стой, стой, стой! Стой, 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 стой. В КТА играю. В КТА? Ты что, вообще же я подкарился прыгать? Что, вообще, что же я попутал? Полиция! Полиция! Я вообще... Куда? Куда? А в выходные можем поехать и познакомиться с мамой. Ага. Да? Да. Что ты хотела? В меню написано 300 грамм. Принесите, пожалуйста, весы. Я хочу убедиться, что вы не обманываете. Держу. А напомни-ка, почему тебя девушка бросила? Она, видите ли, считала меня нудным. Надо же! Какая дура! Ну, это я уже сейчас и сам понимаю. Благодаря тебе. Я в туалет отойду носик попудрить. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Джентльмены, вы же не против вентиляции? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Твою мать! Твою мать! Твою мать! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну, наконец-то! Тебе что там, пружины, что ли, в задницу впилась? Ты что орал-то, как резанный? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Да нет, он какой-то запредельный душнило. Он как Туркина. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Он как пять Туркиных. Вот, ты знала, что девяносто процентов людей, которые думают, что видели калибри, на самом деле видели бражника. Это бабочка такая большая. А я теперь знаю. Прикинь? Ну что, сваливай тогда. Ага. Что, он скинулся? Что мне делать? Как мне его отшить? Сори, что подслушиваю. Ты хочешь того парня отшить? Ну тогда адрес кидай. Сейчас скорая помощь приедет. Спасибо, Толян. Штуку быстрей. Слушай, и часто я тебе с голым торсом снюсь. Первый раз. Надеюсь, последний. Это кошмар был, заметь. Так реально причем. Ну, вот дерьмо китайское. Все, на 10 минут всего хватило. Так, если у меня есть в комитете прослушка, скиньте смс-ку, храплю я или нет. Храпите, Павел Сергеевич. Простите, что подслушала. Я просто стояла, боялась зайти. Какая хорошая фобия. Надо другим привить. Так. А про храп, откуда информация? А, ну, есть видео. Ну, помните наш новогодний корпоратив? Капец. Он даже, когда спит, на нас орет. Может, стоит его разбудить? Стоит, но дорого. Да. Дежурство 10-15. Не советую. Если узнает, он тебе этот телефон с руками оторвет. Так. Сиди, сиди так. Ну что, Шерлок, дело можно считать закрыто. Ну что, говорит, ржать-то? Значит, риской передай, что я ей телефон, ее разобью нахрен. Понятно? Да, и ваш разобью. Если она вам копию скинула. Что ты хотела? Подпишите, пожалуйста. Аня, я по поводу моих фантазий. Наши дела серьезные. Подошел ответственно. Держи. О, целый список составил. Даже по цветам разбил. Хочешь уже сейчас меня возбудить? Ну, да. Зеленое – это то, что хотелось бы в ближайшее время. Желтое может подождать. Ну, а красное… Чем черт не шутит? Дай мне время, я постараюсь разобраться. Я вечером тоже постараюсь постараться. Что ты чтешь? И как молния мелькнула там любовь, но лишь в глазах осталась грусть вновь. Сильно. Но мы не поддадимся этой грусти мы всегда мы будем вечно влюблены. Ну, это просто класс. А мне он нравится. Люблю Кудрёвых. Здорово. Извините, кто? Как кто? Фруктик. Ты чё, ему не сказал, что ли? Ай-яй-яй-яй-яй. Я Толя. Я, значит, муж этой красотки. А мы что? Мы ничего, мы просто сидим. Братан, да ты не переживай. Мы современная семья. Да? Правильно я говорил? Нам просто стало скучно жить по обычным правилам. Поэтому мы искали третьего. И Фруктик выбрал на тебя. Поэтому я предлагаю расписание. Значит, сегодня ты с ней, завтра я, а после завтра мы с тобой. В смысле? Ну, а чё тут непонятно, а? Извините. Я на минутку. Да. Мы уже скучаем? Фу! Толик! Спасибо! Так, Анна Андреевна, держите. Контрольный выстрел в ваш сегодняшний рабочий день. Оформляешь, относишь следственно и свободно. А что там? Результаты конкурса порновидения. Кстати, в жюри Твоя Дениска сидел. Молодец. Работа, я тебе скажу, не покладая а! Это уже пошло. Всё, большой привет. Козлина хитрющая, а? А ты чего ещё не одета? Только не говори, что наш секс-марафон отменяется из-за дежурства. Всё в силе, просто я немного задержусь. Зато у тебя будет время подготовиться. Угу. Договор о неразглашении? Угу. Две бутылки шампанского, клубника, наручники меховые. Это что? Список реквизита. Для моей фантазии. Слушай, ну это только на ночь. Днём будешь опять суровый, майор Макаров. Ну чё? Покажи. Так что, нафиг. Ну ладно, ладно, прости, прости. Всё, давай. Чё давай? Вставляй. Всё, отменяется, а я не буду делать. Слушай, давай свет выключим, а? Воткнул? Я спать не спать. Вставляй эту хрень. Не хочу. Ты сейчас уснёшь, опять начнёшь храпеть. Я не собираюсь спать. Не хочу спать. Да-да, руки лучше пристегнуть, а то они до тебя доберутся и сама понимаешь. О, это типа близняшки? Аня, ты гений, это же просто комбо секс-фаталити. Я уверена, что тебе понравится, поэтому я не буду тебя отвлекать и поеду к девочкам стать щёткой. Устроим девичник на твой щенок. В смысле? Куренков, ты воспользовался ситуацией ради развлечений, прикрываясь нашими чувствами. Ты наглый, эгоистичный, похотливый гадёныш. И в ближайший месяц будешь развлекать себя сам. Ань! А чтобы ты запомнил, что обманывать любимого человека это нехорошо, давай закрепим. Куренков, ты воспользовался ситуацией ради развлечений. Аня, это не смешно! Ты наглый, эгоистичный. А если я в туалет захочу? И в ближайший месяц будешь развлекать себя сам. А чтобы ты запомнил, что обманывать любимого человека это нехорошо, давай закрепим. Куренков, ты воспользовался ситуацией ради развлечений. Поцелуями нежными ли нижними ли это будет нетрудно это поля караванами пароходами я к тебе прорвусь монами рациями факсами телефонами пока завязаны мы удивление хочешь ты зови это будет нетрудно это по любви расстегнутыми поперед весны радуется лето радуемся мы фотолюксами проявленными друг друга запомним альбомами славянами 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 это будет нетрудно ух ух улучшается и улучшается с каждым днем боже мой какие разносолны да домашний арест идет конечно на пользу надо попросить судью чтобы он продлил давай лучше посуду купим посуду этого холостяцкого набора еле хватает на двоих что ты делаешь она же не работает я тебе говорил это просто большие большие часы ух ты время лечит правда время я и новый предохранитель я его достала из кофмашины ее уже не спасти выкини ее потом да что это ты сделал ты меня удивляешь слушай как мне себя поговорить что я должен может быть это чай, сигареты и снимку с макром 900 ну все в России скоро у меня закончится шуткины люди я моя буду молчать сантехника лучше вызови у нас кран течет с техникой у меня проблем нет а там мужик нужен что здесь мужик нужен я не понял а я кто что ты ржешь что за дела мужик ей нужен девушка я полковник МВД и прекрасно знаю значение слова пранк отлично наш телеканал Семь холмов будет снимать такой репортаж от вас нужен пресса Таши а ну так с этого надо и было начинать она в отпуске поняла спасибо тогда обратимся в ОВД Ясенева девушка не надо в Ясенева ну зачем вам в Ясенева они там и слова такого не знают ну все значит договорились с меня пресса Таши а с вас отдельная благодарность полковника Саламатину ну в смысле только этот размер по акции ладно сколько стоит чтобы поменять ну а знаете не так уж оно мне и велико до свидания попала здесь я не знаю ты же с ней живешь просто она раньше из дома уехала я думала что она уже ай Виталик опять Лего разбросал да нет это Саша ну да у тебя же теперь двое ты бы старшеньку посильнее наказывала да я решила немного похудеть ну чтоб мужчину себе найти и обратилась к Саше а она увлеклась давай 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 мякиш качай булки ради Виталика ему нужен отец оставь ему хотя бы мать раз раз работаем верба работаем я работаю молодец прерыв окончен давай второй подход я не поняла а че это мы остановились да пополка как красота требует жертв советую сразу отказаться ну я же сама ее попросила ну так ты не в лоб а как-то хитрее свали всю вину на себя а потом можешь всплакнуть и скажи что как тренера она достойна большего Кать ну я же не с парнем расстаюсь какая разница с кем ты рабочая ну ты че подожди стой стой да ну я об этом кране думаю долбаном теперь да ладно ну че ты кому-то краны кому-то преступники ну я так слышу я так не могу не Паш торшер починил ну этот кран починю ты куда куда сейчас нам это разводной ключ гаечный ключ там не знаю еще какой-нибудь ключ торшер починил Синицкая с сегодняшнего дня ты пресс от торша нашего отдела поедешь туда красиво постоишь перед камерой текст тебе дадут Виталий Леонидович а зачем нам это а затем что делу нужны упоминания в СМИ и позитивные а не то что бутовские полицейские провалили тотальный директант дебилы поняла да будет сделано так при сильных болях две здорова ну наконец-то а что Макар заходил у него же сегодня выходной ну это если что я на выезде была нет нет не заходил Саш ой мне мне надо с тобой поговорить мне не нравится с тобой заниматься но ну как-то у нас не так идет да согласна будто искра пропала вот топчемся на месте а тебе надо двигаться дальше а ну поэтому вот чтоб веселее было тренироваться я на Алике заказала ну маломерки пришли а тебе как раз норм будут очень красивые это еще не все смотри вот теперь ты двигаешься дальше а я слежу за показателями я так понимаю не получилось расстаться у нас теперь еще бассейн шесть утра ну не могу ей лицо сказать может мне сообщение написать нет ты что расставаться по смс ты прям фу но есть другой вариантик веди себя так чтобы она сама тебя бросила выпись ее короче а а это не фу нет это женские хитрости если бросают тебя подарочки можно мне возвращать папа ты что реальные инструменты притащил да ты что думала что ухода я естественно я сказал что починю значит починю а то мужик там нужен мужик нужен что-то мне кажется это опасно нормально просто сейчас попозже сейчас друг должен заехать оказывается жили при чем здесь жили что у меня один друг что ли у меня еще есть друзья нормальный парень вместе учились сейчас проездом через Москву Санек и к криминальным новостям сегодня был ограблен других украшений предположительно украшений предположительно находится в Бутовском парке Елена Иванова украшений предположительно круто да полный бред кто вообще в это поверит Катюха я тебя тут по телеку видел а ты можешь рассказать там что много закопали и кто дело ведет что я опоздал что уже ну кто же знал что в новостях могут врать прикиньте они этот ролик еще и на ютуб залили там уже поллям просмотров ну может присылают друг другу как прикол не может же у нас народ быть настолько доверчивым так запомните главное это спокойствие граждан работаем по протоколу и аккуратно так Толь я не понял ты где ходишь у нас ЧП я и так вот за это спасибо иди на звонки отвечай Толя иди на товарищ майор еще три вызова Бутовский сквер может ОМОН отправим так а вот паниковать не надо не митинг же у нас и так все свободные наряды там так бойцы че стоим направо по машинам бегом марш это папин аккаунт мы вместе работаем он сейчас на другом заказе какого года рождения? 2001 это ты не мог со мной начать в 98-м конечно школу милиции закончить по-русски понимаешь? русский плохо унитаза очень колосо чужие фотки использовать не колосо про рост я вроде ничего не говорил о, папа приехал что за смотрина сантехника выбираю вы приняты вверху заказ передашь? окей задница у нее не треснет? тринадцать четырнадцать верба, а ты че делаешь? а что? Олег фитнес-тренером подрабатывает он показал новое упражнение оно и видно, что подрабатывает саша, ну ты что? ты ревнуешь? Олесь, ты че? мы же договорились я тебя кардио засчитываю а ты на допрос пешком идешь там что-то три километра а ну-ка, часы покажи 320 шагов Олесь, капец у нас по КПЗ больше нахаживают давайте потерю, там проверим ой, ой, ой ой, ой ой, ой 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 ну во-во и говорят, что все это из-за какого-то дурацкого ролика на ютубе а вы че, еще не видели? нет да, Виталий Леонидович а че вы на меня кричите? меня сами отправили этот репортаж снимать я вообще-то все по тексту сказала хорошо поняла Синицкая так это че, все из-за тебя что ли? значит так, смотри задержать их не могу ну потому как семьи, дети, бабушки, дедушки поэтому на, держи и вперед ну, Роман Данилович вы же знаете, что я на публике вообще не очень и слова в предложение складываю очень не очень знаю вперед зашибись два начальника я крайняя инструменты в ванной здрасте Паш, прикинь, я первый раз в жизни приготовила макароны по флотке здорово это у вас и Саня Саша Лера, очень приятно проходите, будете сейчас пробовать да че пробовать, он буквально на секунду вот сейчас и... не-не-не, это правило гостеприимства давайте садитесь пока горячее вы любите макароны? ну... да он же ел завтракал, обедал он хотел просто руки помыть просто и ехать дальше Паш, я целыми днями тут одна сижу человек в гости пришел можно пообщаться? да, конечно или ты против? нет, ну ж ты что, пообщайся почему так та-да-да-да ой, еще и мой двенадцатилетний здорово ты же говорил для особенных случаев это для особых случаев да, Паш, ну реально ведь давно не видели тринадцать нет и мы двадцать два Саш, ты же вроде дежуришь сегодня в общем это я красиво говорить не умею но у нас вариться какая-то дичь короче, я больше не могу быть твоим тренером блин, так неожиданно я так хотела заниматься понимаю но ты не парься, я все придумала вот твой новый тренер заходи скелет а, Саша скелет а, блин Саня ж только что сказала Саша, погоди да, мы подруги и ты меня как тренера не боишься а его точно будешь даже я иногда его очкую на тренировках спасибо, конечно но я не благодари это, из тебя семь двести за браслет, кроссы и все остальное общайтесь а я на дежурство ага уважаемые красави стопа тут нету каких-то это розыгрыш уже завтра выйдет от приезжения мешал кольцо а это мое кольцо я уже тебя не уронила менты хотят у нас все копать копаем быстрее ну че давай стой 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 давай стой не дам стой как, познакомились? так это еще поводовая я вообще не знала, что служил я не люблю об этом говорить да еще как служил у него 46 прыжков ээээ Сань слушай, ты бы поаккуратнее, а то тебя в самолёт не пустят тебе нужно умыться Баш, да подожди 46 прыжков? 40... вы еще что-нибудь расскажите? ну это не считая боевых ну не вы из гостиницы выгнали денег нет поезд только завтра И тот паштет, подходит к менту, как даст ему поджопник. Я думаю, дурак, что ж ты делаешь. А ничего, в тепле переночевали. После этого ментом и стал. Иди нахрязь, и нас вместе с ОАЗиком унесут. Не хочешь в туалет сходить? Да, конечно, может, договаривались. Два дня нас МЧС вылавливало. С тех пор на зимнюю рыбалку в марте. Ни ногой. Давай, и чего? Короче, в спорте самое важное – это питание. Поэтому мы избавляемся от всех вредных продуктов. Так, уважаемый скелет. Чего? Давайте-ка я вам кое-что объясню. У нас патронов уже нет почти. А кабан прет. И Пашка хватает одного. Керен! Ну, попала. Макаров, получается, я тебя вообще не знаю? Я сам в шоке. За тебя, Лерочка. Ой. Какого ты мужика хомутала? Ага. Я в туалет пописай, действительно. А, вернусь, расскажу, как Пашка на пионерский галстук раков ловил. Вы там долго не задерживаетесь? Да, я там больше не буду. Очень жду продолжения. Что, давно поняла? Сразу. Ты что, все это время издеваешься надо мной? Ага. И получаю колоссальное удовольствие. Пошли. Сейчас я его выгоню. Слушайте, у вас тут кран течет. Правда? Ну вот, и Саша увлеклась. А я просто хотела немного похудеть. Ну, чтоб нравиться мужчинам. Да ну, зря ты нагоняешь на себя. Норма у тебя фигура. Да и вообще-то вся норма. Может, чаю? Хорошо роют. Надо было сказать, что меня на участке рассыпали. Они мне шесть соток за час бы перекопали. Так, Жилин, Синицкая, вы что, с ума, что ли, сошли, а? Ставец полковник, у нас все под контролем. Чего? У нас есть план, и он сейчас в самом разгаре. Ой, интересно, а какой это у нас план есть? А ну-ка расскажи. У нас там человечек подсадной. А пепсы наши зарыли в парке. Твою мать, тут бомба! Что, брат? Жилин, Жилин, Жилин. Тихо, тихо, Тихо. Да это ж муляж. Что ты? Ну, план сработал. Вон, все, никто не копает. Все разбежали. У тебя цепление стоит. В этом парке вообще после этого никто никогда в жизни что копать не будет. Слушай, как настоящие, а? Прям похожие. А вы что, решили сразу две бомбы закопать, да? Чтоб так наверняка? Чего? Чего? Так это не наше. Вы это свои у забора закопали. Как вы сказали. Два-один, прикручивай стопорный винт. Очень смешно. Где? Вот эту круглую фиговину крути. Ну, говори, круглую фиговину крути. Кручу. И это, Лер, Ты меня, ну, прости за этот спектакль, ну, понимаешь, как? Надо как-то, я мужик сегодня. Каш, у меня вообще без разницы, вы можете экраны чинить или нет. Я тебя не за это... Черт, я по твоему. Я старался, правда. Ну, что, у меня теперь есть знакомый с антенковой. Уходим. Молодец, я готов к спецоперации. Вы где? Где сбор? Сломать, я меня просил тебе рассказать, что такое розыгрыш. Пранк, по-вашему. Соль в кофе, кнопка на стул. Это тоже розыгрыш. Да, и парк целый, и район не на ушах. Ну, он же сам не приказал. А это тебе, малышка, самый главный урок. Начальство может с чем-то не разобраться. Приказ вообще может быть преступным. Поэтому при каждом приказе нужно думать своей собственной головой. Кстати, за дело не уходи, хоть раз не опоздаешь. Большой привет. Привет! Катюх, а тебе идет. Виталика в школу отвела. Сегодня ты хоть заберешь сама? Конечно. Спасибо, мам. И еще раз извини, что вчера так неожиданно на дежурство оставили. Мам, мне пора. Все, работаю. Пока-пока. Ну, продуктов после вчерашнего немного осталось, так что завтрак небогатый. Ну, и ничего. А, можно вопрос? Давай. Почему скелет? Да я год назад, как ты весел. Давай я буду называть тебя Валера. Давай. Я хотела открыть с тобой правный океан. Я опасно увек мететь, я обманаю лжи. Я наюю любовь свою в чистой боках. Все, что хочешь, ты делай с ним, но он твой держит. И мы уйдем без лишних глаз гулять. Давно известный всем сюжет. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...